ВИЧ-инфекция – неизлечимое инфекционное заболевание. Возбудителем является вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает и со временем разрушает иммунную систему организма, в результате чего развивается синдром приобретенного иммунного дефицита – СПИД. Вот почему так важно диагностировать ВИЧ на ранних стадиях. Чтобы узнать свой ВИЧ-статус в домашних условиях, можно купить в аптеке экспресс-тест на определение антител к ВИЧ в слюне, к которому прилагается подробная инструкция. Диагностика займет не более 20 минут. Тест этот проводится очень просто, то есть распаковывается. Получается, там есть ложечка, которую руками трогать нежелательно, держаться за держатель, и есть пробирка жидкостью. Что надо делать? Нужно взять эту ложечку и поводить по деснам, по верхним и по нижним, со стороны щек. По щекам водить не нужно. И дальше эту ложечку опустить в пробирку с жидкостью. И вот так вот в таком виде оставить на минут 15. И дальше уже слезить за результатами. Там есть С-зона и Т-зона. Если на тесте присутствует одна полосочка в Т-зоне, то это значит, что тест отрицательный. И ВИЧ-инфекции, возможно, у человека нет. А если две полосочки в С-зоне и в Т-зоне, и даже несмотря на то, какая полосочка в Т-зоне, может быть слабо выраженная, средне выраженная, такая же, как и в С-зоне, то, возможно, у человека в крови присутствуют антитела к вирусу иммунодефицита человека. То есть нужно дальше обследоваться. А если тест у кого-то отрицательный, то есть с одной полосочкой в С-зоне, то через полгода тест нужно повторить. Потому что есть инкубационный период у ВИЧ-инфекции, период сероконверсионного окна, когда ВИЧ-инфекция уже в крови есть, но ни одним методом не определяется. Этот период в среднем составляет полгода, поэтому, чтобы уже быть твердо убежденным, что у тебя нет ВИЧ-инфекции, через полгода пройти повторный тест. Если он окажется отрицательным, то значит все хорошо. Если результат экспресс-теста положительный, не стоит паниковать. Это еще не означает, что у человека есть инфекция. Следующий шаг в таком случае – анализ крови в анонимном кабинете. Но и ВИЧ в современном мире не приговор. Инфицированные живут полноценной жизнью. У ВИЧ-положительных матерей может родиться здоровый ребенок при условии приема специальных препаратов во время беременности. А ВИЧ-инфицированный супруг может не представлять угрозу своему партнеру. Несмотря на обилие информации о данном заболевании, все же существует много мифов и предрассудков. Так нельзя заразиться ВИЧ через посуду, туалет, постельное белье, здороваясь или обнимаясь с ВИЧ-инфицированным. Не переносится ВИЧ и через укусы насекомых. Заразиться ВИЧ-инфекцией взрослый человек может двумя путями. Это половой путь и употребление наркотиков инъекционных. По данным статистики, в 2017 году в Солигорске 79% заразившихся ВИЧ-инфекцией заразились половым путем. И лишь 17% составляют лица, употребляющиеся инъекционные наркотики. То есть понятно, да, самой главной мерой профилактики ВИЧ-инфекции это является защищенные половые связи. Единственной защитой от ВИЧ-инфекции при половой связи является презерватив. Конечно, презервативы лучше покупать тоже в аптечных сетях, проверять сроки годности, проверять целостность презерватива. Только в таком случае можно защититься от ВИЧ-инфекции. Все остальные методы контрацепции от ВИЧ-инфекции не защищают. Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, проще всего сделать экспресс-анализ. Но существуют и другие варианты диагностики. Если кто-то не хочет тест покупать, то это можно сделать анонимно и бесплатно в районной поликлинике, в процедурном кабинете. Можно прийти и сказать, хочу сдать тест на ВИЧ-инфекцию анонимно. У него заберут кровь, при этом присвоят определенный номер, ну и дальше скажут, как поступать. Также в городе Солигорске на базе Центра гиены и эпидемиологии существует стационарный пункт профилактики для потребителей инфекционных наркотиков. Но туда можно прийти, любому человеку сказать, я хочу сдать тест на ВИЧ, пройти. То же самое, проходится экспресс-тест по слюне, и там тоже можно узнать. А также еще от Солигорской Центральной районной больницы, а именно от психонервологического диспансера, есть мобильный пункт профилактики. Это машина, которая ездит по определенным точкам пять дней в неделю в городе Солигорске. Да, вот туда, на этот мобильный пункт тоже можно прийти и там сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Вот, ну только расписание работы этого пункта, то есть места остановок, можно узнать, позвонив в психонервологический диспансер. По состоянию на 1 января 2018 года в Солигорском районе официально зарегистрировано 2027 случаев ВИЧ-инфекции. Цифра выросла. Если за 2016 год было выявлено 154 новых случаев, то за 2017-221. Продолжение следует... Солигортинаipsа. Продолжение следует...